Как дела? Это уже съемка? Это уже все, готово. У нас все без купюр, у нас только live, настоящее общение. Я понял. Добрый день. В преисподнюю входим. Это Володя, мой напарник. Денис, да. Привет. О, слушайте, вот это запах, а. Тема. Запашилка нормально вообще. Ну просто как бы для меня, знаешь, я, ты-то творишь руками, да, я программист, у меня совсем другая сфера, да. А здесь именно все руками, все на станках. Вот это вот круто, конечно. Еще крутяк. То есть тебе, ребята, если вам нужен столик, и вы в Иль-де-Франс, или даже за Иль-де-Франс? За Иль-де-Франс, наверное, это неинтересно ехать куда. Да. Ну вот, если вы здесь рядом, то welcome. Канал в описании. Какого-то проекта, да? Это план ателье и архитектур, ну, который мы... В разрезе, да, слушай. И все на французском. Ты пара француз? Да, конечно, пара. Ну все, лайк. Еще один лайк. Чо нью парней, если живешь здесь? А сколько ты живешь? 13 лет. Я всего лишь 5. Ну, видишь, так что я был вдвое с половиной больше. А вообще откуда сам? Украина, Черкасс. Я тоже с Краной. Тоже какой город? Харьков. А, восток. Знаешь, да? Ну да, ты в другой части. А украинскому... Володим. Володим. Я думаю, что я владею липши, неж богатых кто. Не, ну, я по-украински вообще... Не, я понимаю, но разговаривать это проблемно вообще. Ну, нужно практиковать. Вообще не проблема разговаривать. Сейчас я не использую украинский язык, поскольку живу во Франции. Ну да. Вроде год или два года назад на Бато и там была Масленица. А, была. Был? Был. Вот мы с тобой пересекались. Да. Мы с тобой пересекались, просто мы не знали, как... О чем это дело? Ели блины и Сидор. А, ну это я понял, да. Ну, Масленица, как бы. Так что, видишь, ребят, все вот благодаря YouTube знакомимся с ребятами. Если бы не YouTube, мы вряд ли бы пересеклись. Понимаете? Все владение ваше на двоих или это... Наши на двоих, да. Ну, снимаем, естественно, как. Аренда, да? Здесь хозяином быть дороговато. Ну да. Хоть и и Монтрой, да? Но все равно, представь, сколько это может стоить? Слушай, сколько квадратных метров? Ну, здесь 70 квадратных. Ну да. Тут можно сразу отделать маленькую уголочек и жить там сразу. Уже мы прикалывались с этого. Учитывая наш ненормированный рабочий день, в принципе, осталось только раскладушку поставить. То есть работаете на себя, у вас там есть, как это называется, во Франции? Утепренер, да? Ну, короче. Все как положено. Длинная история, да. Ясно. Ну, а расскажи, почему именно занялся Ютьюбом? Что именно тебя повлекло в эту степь? Ютьюб – это что такое? Это просто-напросто возможность дать о себе знать. Вот это же. На самом деле. Ну да. Пока сейчас… Самая главная его функция. Ну, куча сейчас народу ломанулись монетизировать каналы. Особенно в Союзе. Ну, я понимаю, это от нужды. Но люди дальше этого не видят совершенно. И я об этом неоднократно говорил. Ну, кстати, дашь мне дубляж, я на свой канал этот ролик тоже скину. Но нехай еще раз послушают то, о чем я говорю. Потому что Ютьюб – самая главная его функция, на мой взгляд, сегодня на сегодня – это презентативная. То есть ты можешь о себе сказать, о своей работе, о том, чем ты занимаешься. И это самое главное на самом деле. Потому что люди о тебе узнают. Соответственно, кто-то придет в будущем. Может, это будет уже симбиоз какой-нибудь. Это может быть не будет Ютьюб в чистом виде. А может быть Ютьюб разовьет свои сервисы. Но я уже неоднократно и на своем канале говорил, что вся работа будет приходить извне, из интернета. И уходить в интернет. Потому что транспорт развивается. Сейчас не имеет значения, где ты живешь. Люди, когда зацикливаются на монетизации каналов, я к этому с пониманием отношусь. Но сам не практикую, потому что это неинтересно. Получается, когда человек затачивает себя на определенную функцию, условно монетизировать, развить канал до того, чтобы у тебя была куча подписчиков и какие-то копейки капали. Соответственно, у него так голова и будет работать. Соответственно, он дальше не пойдет. Он будет себе сидеть какие-то свои деньги стричь. Ну и все. Самое главное, на мой взгляд, это просто... Во-первых, у меня их несколько проектов в Ютьюбе. Фактически мы производим инструмент, ассистент. Здесь вот. Это то, что мы производим. Производственная база у нас частично в Белоруссии. Основная. И в Киеве тоже мы делаем. Ну и кое-какие вещи там еще. И в чем фишка? Расскажи. Не знаю, чем. Это мебельный шаблон. С помощью него мы делаем... Ну что тут, я не знаю. Значит, вот заготовка. Вот ряд полкодержателей. Вот тебе, пожалуйста. Условно, вот ты вложишь. Ты пробил ряд полкодержателей. А, понял. И потом вбиваешь такие щипки, да? Да, да. Ты можешь такие по-французски. Ага. Ты можешь направляющие устанавливать. Уровень, да? Ты можешь работать по торцу. Да. И так далее. То есть, с помощью YouTube фактически стал возможен ассистент. Потому что о нас никто не знал. И в принципе, это конкретно YouTube дал возможность. Ну, у меня вот все партнеры. Что касаемо ассистент. Я никого... Ну, мой французский представитель, я его два раза в жизни увидел. Мы работаем три с половиной года. И в принципе, больше никого из своих партнеров... У меня есть в России, в Белоруссии, на Украине. Я никого больше не видел живьем. Только через Skype или... И у тебя как франшиза или что у тебя? Ну, это... Я не знаю, как это. Я не в этих терминах... Ну, я имею в виду, чтобы... Ну, как бы твою разработку... Нет, это мы... Это наши дети еще, условно. Мы его с нуля двигали, так сказать. Поэтому... А второй момент... Ну, вот тебе, вот образец. Вот это один из новых каналов. Винтаж. Это часть проекта. Дело в том, что тут еще масса недостающих вещей. Это мы... Железо, да? Это вообще часть машинки Зингер, если ты его... Да, знаю такой аппарат такой. Вот еще одна. Это все ждет своего часа. Вот. Ну, вот там части кресла из Зингера тоже. Они в углу сейчас разобраны, потому что место занимает. Здесь будет определен... А где твой трон? Ну, вот он. Я вот видел его. Ну, вот сейчас тоже... Видишь, мы текущей работой занимаемся. Вот о его части. Он такой разборный, да, получается? Ну, он потом будет сборный. Понятно? Это сидушка там. Что там? Спинка, да? Да, да, вот оно. Пока сейчас нет времени на это. То есть, пока мы текущую работу не сдадим, мы ничем таким... Это все условно попытка творчества. Ну, это тоже громко сказано, творчество. Творчество это когда ты наплевал на все. На время, на контакты, на все. Ты просто, как Ван Гог, да, у которого брат был, который просто оплачивал всю его жизнь. И он мог себе позволить... Он все уши отрезал. Да, все, что ему нравится. Ну, мы живем в материальном мире, поэтому... Поэтому мы вынуждены сначала отталкиваться от того, за что платят деньги. Ну, и потом тот отрезок времени. Ну, смотри, вот люди у меня постоянно спрашивают, как вообще получается зарабатывать здесь, находясь во Франции и имея свое дело. Ну, смотри, что вы имеете в виду зарабатывать. Ну, смотри, ну вот, допустим, в Париже, ну, я думаю, 2000, ну, это такой средний уровень. Это средний уровень, да. 2000 это средний уровень. Ну, как бы получается... Ну, о том, сколько я зарабатываю, я не буду говорить. Это значит спалить контору. Ну, дело в том, что для того, чтобы зарабатывать какие-то деньги, надо реально, ребята, говорю по-русски, въебывать. Ну, вот так и есть. Подарков нет. То есть, если вы думаете, что вы приехали на Запад, и тут все, значит, сели на пятую точку, говорят, как здорово, что ты к нам приехал. Мы мечтали здесь, в Германии, или здесь во Франции, или здесь в Швеции, чтобы ты к нам приехал, а мы просто платили за твое существование. Ни черта подобного не происходит. Или ты станешь растением. Здесь есть второй вариант. Да, который постоянно околаживается. Да, ты можешь просто упасть на социал, приспособиться. Здесь есть дармовки, здесь есть... То есть, для определенного типа граждан здесь вообще райскую жизнь можно. Он даже будет лучше, чем я жить, потому что я хреново сплю, потому что у меня мало на это времени. Потому что я хреново отдыхаю, потому что у меня, опять же, мало на это времени. А этот человек, он будет в 11 утра просыпаться, нормально себя чувствовать, он будет... Ну, короче, все у него будет нормально. Но это человек сгнивает. За 3-4 года человек уже после вернуться в нормальную жизнь не может. Как только он понял, что можно жить бесплатно и ничего не делать. Вот. А это возможно во Франции сегодня на сегодня. Социальная система так сделана, что ты можешь там и каф оформить, и тут... Ну, в общем, я думаю, автор канала, который берет у меня условное интервью, он, я думаю, вам рассказывал. Да, есть души, есть социальные службы, которые выдают, если холодно, выдают спальники, выдают покрывало, горячие супы. То есть все это есть. Ну, welcome в рай. Почему ты решил во Францию? И была ли это Франция целенаправленно? А это чисто детская, да. Это была Франция целенаправленно. Такая романтика, да? Да, я 3 мушкетера, Д'Артаньян, все такое. Я вообще ехал... Я обычно шучу всегда, потому что я ехал в страну мушкетера, а приехал в страну собачьего гоняя, говна, пардон, и ниггеров, да. Ну, я не расист. Я помню, когда мы с ней распиливали, эти делали, как они называются? Бруски. Бруски, да. А пилок было нереально много. Я с лопаткой, помню, все это дело сошкребал. У нас, как бы, вытяжная система есть. Все современно, видишь? Вытягиваем. То есть вот это стоит компрессор, да? Нет, это, условно, улитка, которая вытягивает. Она на две, видишь, в патрубах на две, на два мешка. Ну, вот она как работает, я не знаю. Воня, там есть, включено, но нет. Да, да, все. Потом уже включаю стану. На самом деле, это штатная работа. Здесь ничего такого нету в любой столярной мастерской. В союзе все, что есть у нас, есть и у вас. Получается, что вот эти деньги ты зарабатываешь, но если ты начнешь считать, что все, везде где-то должен заплатить, то ты живешь от зарплаты до зарплаты. Либо вы в складчину, там, 3-4-5 человек снимаете квартиру, на этом экономите. Но это колхоз, это жизнь со всеми вытекающими последствиями. Общага всю жизнь. То есть, это никакой личной жизни, это какие-то, ну, обычно по субботам, воскресеньям пьянка, потому что у людей отказывают мозги, ну, что еще делать. Вот, отлежаться условно. Условно два выходных дня, и потом дальше на работу. То есть, это тоже не совсем то. Если вы ожидаете, допустим, от своего марш-броска в Европу, каких-то, вот то, что вы измените жизнь, это однозначно. То есть, если вы хотите, и вы чувствуете, что ваш характер не насколько сильный, чтобы изменить обстоятельства, то да, вы себя выбрасываете в другую систему. Но там вы очень быстро обнаружите, а, что вы фактически будете делать ровно то же, что делали до этого дома. Одно и то же. То есть, у вас, ваша жизнь принципиально не поменяется. И, б, что, собственно, ну, хорошо. Убежать-то, знаете, как из деревни, как из девушки, да. Девушку из деревни можно вывести, а деревню из девушки нельзя. Вот у вас будет тот же самый эффект, что будут. Руки. Даже не мозги. Потому что мозги здесь ваши не нужны. Мозги есть у французов. И места эти за французами заняты. Франция – это страна знакомств. Вот, вам очень долгий путь надо будет пройти, чтобы куда-то втиснуться. Очень долгий. И своим вы все равно не станете. То есть, это вы должны понимать. Что своим вы в этом обществе, ну, ваши дети будут уже условно французами, но вы – нет. Золотые слова. Знаешь, вот я, когда мы были в Штатах, я рассуждал тоже на эту тему, то, что во Франции ты себя ощущаешь, сколько ты лет тут не прожил, все равно ты своим не станешь. Не станешь. Это, хоть ты классно будешь говорить по-французски, хоть и минимальный будет акцент, но все равно есть какой-то предел, барьер, что это наши, это свои, это чужие и так далее. А вот на Первоштатах, там вообще границы стерты. Да, говорил, хочу уехать с Минска, переселиться в Париж, расскажи, что делать попервой, куда идти туда, что делать вообще, сколько нужно денег. Ну, и как бы у меня спрашивают, а чем вообще люди тут занимаются, ну, в основном. Ну, я ему напишу то, что основная масса славян, это стройка мужики, и женщины, это фандоминаж. Вот и все. Все. То есть, перспектив у вас ровно две. И все. Вы въебываете на стройку, ваша жена въебывает у людей в квартирах, она там убирает, гладит, готовит иногда кушать. Ну, кстати, кушать, скорее всего, нет, потому что французы наши не едят. Это люди, которые воспитаны там поколениями, они гурманы. Мы ничем их удивить с точки зрения кулинарии не можем. Какие у вас в основном заказы идут? Ну, это ординарная работа, понимаешь. Ну, вот этот блок, да, там, в понедельник поедем. Это вообще тут ничего такого нет. Это обычная из МДФ под покраску, причем красим не мы. Ух ты, смотри, еще даже и сами заходят. Да, ну, это обычная, да, обычная абсолютно. Дотягивает? Да, с доводчиком. Работа абсолютно ординарная. Я повторюсь, дело не в том, что ты что-то такое предлагаешь. Я уже прикалывался на Фейсбуке, что вот эти все попытки винтажа, да, которые там трон, это все, вот это вот все. Вот это это только попытки зарабатывать. А мне платят за ненаду. То есть, за то, что где надо применить там какие-то условно-художественные навыки, это еще надо доказать. Ты можешь это продать, и что это стоит того. А ты делаешь простую работу. За ерунду сегодня платят больше, чем заслуженные. А это что у вас такое за паблички? Это тоже часть проекта, да. Это на основе винных ящиков. Это фасад. Вот. Но это незаконченный проект. Непонятно, когда он будет закончен. Просто потому, что время... Вы сжигаете, да? Нет, нет. Это часть винного ящика. Вот это фасад винного ящика. Вот они у нас. Они у нас заготовлены на этот и еще на один проект. У нас их достаточное количество. Вон. Вот. Вот это вот. Из-под вина. Раньше все вино в таких ящиках было. Сейчас только дорогое вино в таких ящиках. Но это не дорогое вино. Но это... Я не знаю даже, почему здесь стоит 5,85. Это в Сен-Жермен-Олее. За 5 рублей бутылку в таком ящике вы не купите. Вот. Или в таком. И это вот часть декорации. У меня вот, собственно. То есть... Потом, впоследствии, это будет изделием. Опять же, когда оно будет... Я повторюсь. Я делаю ерунду за нее, получая деньги. Для того, чтобы работать... Делать то, от чего ты получаешь, удовольствие еще заработать на этом деньги. Надо сильно попотеть. Поэтому... Ну, поэтому посмотрим. Вот канал новый, который у меня есть. Не знаю, ты, наверное, не подписан. Но если не подписан... Ну, я тебя нашел. Точнее, подписчик мне написал. Один из Питера. Он здесь жил раньше. Сейчас живет в Питере. И мне вот тебя... Получается... Мне он написал, что есть такой человек. Потому что он сам в Питере занимается. Ну, примерно вот таким вот. Написал мне. Было бы интересно сделать такую коллаборацию. Поэтому, если вы сюда, допустим, едете, там, условно, за звездой. Ну, могу вас огорчить. Звезды, скорее всего. Ну, у кого-то из вас, может быть, вы там суперталантливые. Это не значит, что я говорю, что вот у меня что-то... Ну, хотя у меня, в принципе, все, что я хотел, у меня получилось. На самом-то деле. Вот я именно того хотел. И оно такое и есть, чего я хотел. Мне трудно говорить о том, что я ехал, хотел одного, а получил другое. Просто я понимаю, что когда ты радикально так меняешь жизнь, то тебе всегда хочется чуть-чуть больше, чем просто... У меня и дома была мастерская. У меня и дома была мастерская. Там были какие-то станки. И я чего-то делал ровно то же, что и здесь. То есть, я не могу сказать, что по сути, как мы только что говорили в разговоре, вот мы девушку вывели из села, а село из девушки нет. То есть, как я дома хотел мастерскую и ее имел, так я и здесь ее имел. Вот и все. По сути, ничего не поменялось. Поменялось что? Условная стабильность, да? Ну, хотя Франция тоже специфическая. Мне не дадут соврать люди, которые здесь давно живут. Если ты открыл предприятие, условно, или антрепренер, у меня тут ребят уже не один в лужу сел. Кто открывал и антрепренеры, и соседы, и это. Так вот, ребята через 2-3 года получили себе интердит банкер, кучу проверок налоговых. То есть, ну, ты живешь эти первые 2 года, думая, во-первых, первые 2 года ты не все налоги платишь. Тебе уже их тяжело платить. И надо быть очень высокоорганизованным человеком, чтобы не скопить этот хвост за собой. Слушай, ну, это проблема у всех. Вот по налогам у наших людей. Просто, знаешь, у наших людей не понимают, что такое. Они думают, что они приедут, я хочу работать. И вот французское государство расплакалось. Говорит, так, блядь, все для тебя. К полиции французской у меня никаких претензий нет. Вообще. Сталкивался? Да, ты меня останавливал, но у меня останавливал, в принципе, что? У них может быть рейд, тогда они тебя могут остановить. Какой-то. Ты можешь нарушить за нарушение. За нарушение меня остановили, я проезжал на красный свет. Самая жесткая система в Германии. Если во Франции система полицейская построена так, что пока ты не высовываешься, тебя не трогают. То в Германии предпочитают подавлять еще до того, как тебе в голову пришла мысль, что ты нарушил. Знаешь, я приехал сюда, с украинцами особо не общался, с русскими не общался. И тут я прихожу к этому бусу и вижу такую картину. Значит, там какие-то лавочки сидят вот так вот. Украинцы пилок, сосуд, севочки. Знаешь, вот в этой вот, я думаю, куда я попал. Вроде бы в Париже, но на Сионе. Да, вроде бы ты в Париже, но на самом деле ты где-то как в селе возле клуба. Колбаску люди сидят, значит, французы ходят, они с ужасом на это все смотрят, рубят колбаску ножичком, сальцо, водку, там, чего там. Отдыхают, отдыхают. Ребята, если вы хотите продолжения, давайте, пишите комментарии, что там у вас. Еще больше можете список вопросов написать. Да, список вопросов и мы откроем. И мы можем сделать и вторую сеть. Да, конечно, без проблем. Без проблем все сделаем. Так что, welcome. Канал будет внизу. Подписывайтесь.